Вы видели, что воробушки, они летают такими маленькими кучками. Они по одному не летают вообще кучками. И я выяснил почему. Они, кажется, между собой соединены невидимыми ниточками. Это как бы я объясняю кучность их передвижения. То есть один куда-то летит и все раз за ним. Вот видели, как они вот это вот резко передвигаются. Я недавно запутался в этой шняге, назовем ее шнягой. Действительно, пора дать определение. Вот все, и вся эта шняшка меня понесла куда-то. Когда-нибудь ребенок спросит маму. Мама, а где папа? Нашего папу шняшка унесла. Воробиная шняшка. Воробиная шняшка. Кстати, именно так называется новая песня композитора Виктора Дробыша. Но мне об этом сегодня будет идти наша речь. Сергей, я знаю, есть новость, которая, безусловно, обрадовала всех нас. Друзья мои, нам вернулся Саша. Поздравляем. Дело в том, что у Саши, нашего цикала, была уважительная и приятная причина отсутствовать. Мы ее скрывали, чтобы сказать ее при Саше. И вот Саша стал папой. У него родилась дочка. Ура! Саша знает, что сразу после родов Саша прибавил 20 килограмм. И эти три недели они ушли чисто на фитнес. И вот опять молодой, здоровый вместе с нами. Молодой отец. Саша, я единственный, кто вот тебе, я тебе чаечек все время наливал для себя. Я видел, я видел. Ты видел, да? Да, да. Вот, я вот здесь вот убирался у тебя на месте, там, цветы твои поливал, никто не видит. Я бы хотел... Это Саша, это Саша. Может компания Памперс рассмотреть это как рекламу? Или как некий проплаченный... Судя по твоей новой дубленке, это и есть реклама. Поэтому давай просто дадим на Саши поздравить. Это для дочери, а это для тебя. Спасибо. Не перепутай. Это сюда 2 литра у вас, здесь 20. В основном сегодняшняя наша программа будет посвящена этому событию. Да, безусловно. И вскользь мы будем упоминать другие события. Допустим, события, о которых я хотел бы рассказать прямо сейчас. Чемпионат России по футболу. Я хочу показать вам, прости, Вань, что я в который раз тебя перебиваю. Многие зрители уже пишут письма, мол, чего ты вообще перебиваешь? Пусть вообще молчит, а ты говори. Пусть только Ваня перебивает. Рубин спокойно оформил первое в своей истории чемпионство. Мы аплодируем Казанскому клубу. Ура! Рубин чемпион! Я даже тут написал послание всем жителям города Казани славного и Татарстана. Казан-не, это не для вас, вы ничего не поймете. Казан-не, Беренше, Уранбелян, Россия, Футбол, Яршинда, Котлайбас, товарищи, ура! Я так тоже могу. Вот будет здорово, если Виктор Андромович написал музыку на эти стихи. Казан-не, Беренше. Благодарю тебя, Гарри. Вот. Ну, что, Рубин завоевал золото, но, мне кажется, это не случайно. Тысяча лет Казани же ведь праздновали мы прогрессивные. Прогрессивные кто? Казанцы. Да-да. Так вот, друзья, мне кажется, это каким-то образом взаимосвязанное событие. И вот стал клуб чемпионом. Более того, если вы помните, «Зенит» был чемпионом в прошлом году. И тоже 300 лет было Санкт-Петербургом. То есть, по твоей логике, в следующем году... А у кого следующий юбилей такой большой? У Стерли-Тамака. Химки. Химки, Стерли-Тамака, они в софи не будут бороться. 200 лет до нашей эры, Химки. Как определить возраст Химки? Ну как, Химки порезали и по кольцам... Не-не-не, посмотрели, внутри очень глубокие раскопки были. И на глубине нашли... Ларек с бондом. Там еще сигареты, вот это, «Моры» мы называли, а не «Мо-сигареты» поштучно продаются. Это все есть в Химках, друзья. Вы давно не были... На родине. А теперь, друзья... Шмыганем в мировой футбол. Шмыганем в мировой футбол. Диего Марадона стал главным тренером сборной Аргентины по футболу. Только человек, можно сказать, вылечился от наркозависимости. И сразу, можно сказать, молодым передавать свои знания. Я чувствую, что Марадона на футбольном поле разметку сам делает. Говорит, ребята, у меня с собой все. И не из пакетиков. Аргентина занимает второе место после Колумбии по производству разметки для футбольных полей. Такие радостные, радостные футболисты. Клипопотреблению теперь. Регают по полю, глаза горят, зрачки в точку. Все, все лицо в разметке. А как судья теперь желтые карточки будут показывать? А желтую карточку судья будет показывать сейчас Рикельме, допустим. И Рикельме будет говорить, о, прикольно, можно я возьму? Этим удобно делить. Дорожные дела. Или Лионель Месси будет капитанская повязка уже не здесь, а вот на сгибе уже. Станут очень интересными 15-минутные перерывы между таймами. Обычно это душ и глупые тактические схемы. А сейчас карнавал. И аргентинцы вот с этим настроением, абразильцы же удивляются. Более того, почему удивляются? Потому что играют без мяча уже 15 минут. Играют без мяча, но при этом забивают. Забивают, да, на этом законе. Во вторник вечером живая легенда... Живая. Это очень важное упоминание. Легенда мирового футбола Диего Марадон, потому что он не всегда живой. Мы это видели по телевизору. Мертвого его в клубе видели дворами. Был назначен главным тренером сборной своей страны. Моя мечта сбылась, сказал Марадон. Сказал. Он не всегда говорит. Добавлю, говорит Марадон, что двери сборной открыты для всех игроков. Говорит Марадон. Многие игроки в поло наконец-то смогут выйти и сыграть в футбол. Картежники. Картежники. Да. Да. Вот эта, кстати, фраза тоже принадлежит Марадоне. Когда старик... Старик, будешь еще? Да. Давай. Братья Кличко вызывают на бой Николая Валуева. Правильно. Вдвоем? Да. Вдвоем и с арматурой. Это правильная позиция. Кличко старший. Сказал, что это будет тяжелый бой. Но у нас есть мечта собрать все значимые титулы в одной семье. Еще не выплывлен такой кастет. До полного комплекта. В котором можно было бы великана... Нет, просто братья, братья, они все распределили. Давай, как будем с Валуевым драться, говорит. Я ему в ноги упаду, а ты толкнешь. Нет, ты... Первый способ. Ты младший, ты... Второй. Ты подходит, говорит, который час? Он, говорит, он начинает искать часы, думать. А тут я сзади, сверху камаз на него бросаю. А, кстати, по поводу Валуева. Николая Валуева признали виновным, но не оштрафовали. Слушайте, ну, кстати, действительно, была ситуация, когда Николай Валуев приехал забирать... Дочку детского сада. Ну, вот буквально. По одной из версий... Взял детский сад и говорит, так, где там маята? Ну, да, 19 января 2006 года на парковке Галине Валуевой нахамил охранник. А он вступился? А он приехал, Николай, и вступился. И что ж вы такое делаете такое? Говорил он, держа в руках его печень. Ну, каждый из нас вступился, я не скажу. А вы представляете, как ржали в отделении милиции, в который прибежал человек и говорит, помогите мне Валуев бьет. А они говорят, а как мы поможем? И милиционеры такой, раз, табличку, учет. Ушел на базу. Ушел на базу. Буду завтра. Но я не думаю, что Валуев как-то обижал этого. Я думаю, что это все-таки тоже газетная утка. Я думаю, что Николай, как интеллигентный человек, как киноактер, просто вышел и сказал, не надо хамить жене. Я вам скажу вот что. И дунул при этом так. Когда Николай просто... Это охранник дунул, когда я его увидел. Так дунул вообще. И Джак вот так вот стоял, колон. Я вам скажу вот что. Как у Монро вот это все. А Лана... Ой, Николай, это вы, это ваша жена. Та-дам! Я скажу так. Не надо никому хамить. Ведь не важно, чья это жена. В любом случае... А вдруг? Нет, не а вдруг, я скажу так. Разъяренный муж всегда похож на Николая Валуева. Слушай, а знаете что? Что? А не посмотрите ли нам сейчас немного юмористических скетчей? Вы у меня спрашиваете? Ух ты! Давайте. Давайте. Юмористические фрески на первом. Я хочу сказать, что 5 ноября президент обратился к народу. Это ежегодное послание президента. Но первое послание у Дмитрия Анатольевича Медведева. Да, первое послание у Дмитрия Анатольевича Медведева. Так. Вот, и много нового, интересного он нам рассказал. В частности, одно из основных предложений увеличить срок конституционных полномочий президента до 6 лет. Я согласен. Да ладно? До 6 лет? Да. А что? Не, ну я просто через 4 года как бы планировал уже удочку закинуть, так скажем. Не обязательно победить, но... Ну 6 это... Просто я уже ипотеку под это дело взял. Как бы я, не знаю, сейчас как. 4 года. Да. И что, сейчас 6 лет будет? Ты не понял, 4 года, это сейчас 4 года. Сейчас все еще 4 будет? Да, а вот потом 6 лет. То есть мне 10 лет ждать, что ли? Да. Вот так вот, да. И срок действия полномочий государственной думы до 5 лет, соответственно. Я согласен. Вообще я согласен со всеми законами Российской Федерации. Я хочу попросить Гарика отдельно рассказать про размещение ракет в Калининграде. Гарика как специалиста в этой области. Дмитрий Анатольевич объявил о том, что Россия будет адекватно реагировать на действия по размещению американских ПРО в Чехии и в Польше. Ведь ситуация в чем? Они устанавливают там ракеты, типа для перехвата ракет из Ирана. А Иран давно уже хочет напасть на Польшу. И причин массово. Причин масс и на Польшу, и на Чехию. Ведь в Иране люди сидят и говорят, у нас что сегодня в распорядке дня? Поесть, напасть на Чехию, заснуть. Все больше в Иране никак больше не думают. И в Польше еще косметика хорошая. Американцы, у них плохо с географией по-прежнему. И Дмитрий Анатольевич об этом и говорит, но другими словами. Он говорит, оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М будут развернуты в Калининградской области. То есть, вы так, а мы так. Пожалуйста. А вдруг Португалия нападет на Таймыр? Через Калининградскую область. Это же реалии современного мира. Да, абсолютно верно. А у нас раз, и Искандер уже выходит из-за угла. Искандер-М, это не ПБУ-Юл, как многие могут подумать. Это ракетно-зенитный комплекс, который силой сдерживания, раз поляки позволили себе и Чехии разместить американские ПРО, заплатили за это 100 миллиардов. Американцы им заплатили, Гарик. Но это не важно уже. А, американцы им заплатили? Американцы им заплатили. Тогда поляки молодцы. Молодцы. Я бы сам установил у себя на Новокузнецкой американские противоракеты. На балконе. 100 миллиардов, и Америка практически на пятницкой. У тебя в Кремле. На пятницкой. Да, Гарик. Нет, я скажу вам. В каждой квартире будет маленькая ракета стоять такой. Это что? Это от Ирана. А здесь соль. Вообще, как можно подытожить эту тему? Я думаю, что в связи с заявлением Дмитрия Анатольевича стало совершенно ясно, что американцы просто тупо выбросили 100 миллиардов долларов на ветер. Это на польском. На ветер, на Польшу выбросили. Польша и ветер на венгерском звучат одинаково. А на карте и выглядят одинаково. Давайте, друзья, из этой темы плавно перейдем в тему выборов в США. Победил на выборах Обама. А что, мы поздравляем. Ну просто ему звонили. Чёрные обои, чёрная посуда, в белом доме двое. Кто мы и откуда? Это Буш сдаёт кабинет Обаме в этой песне. Представляешь, как Буш сейчас собирается свои вещички, складывает куколку свою. Любимая, где мой фартук? Осара пылин. Засушенная оса. Сара пылин, кстати. Засушенная оса. Пироженка. Новый альбом Катер-Лель. Зарядка от Ноки. Все вещи Джордж забрал с собой. Да, друзья. Тем не менее, республиканцы проиграли. Сара пылин, молодая, красивая, приехала в Вашингтон. В институт президента не поступила. Домой возвращаться стыдно. Маккейн паспорт забрал. Чего сейчас делать? Прецедент создан. Барак Обама выиграл. И в следующей гонке за президентский пост схлестнутся мексиканец и индейчероки. Какая разница, какой у них там президент? У нас есть в Калининграде всё, что нам надо. От новостей интересных перейдём к новостям занимательным. А именно... К нам приехал, к нам приехал... Абсолютно верно. Муамр Каддафи дорогой. Как правильно представить? Лидер ливийской... Лидер ливийской... Лидер ливийской джамахирии. Это искусство делать операции без партий? Что это такое, Гарри? Лидер ливийской революции. Революции. Главарь государства. Нет, джамахирия переводится как... Главарь государства. Главарь государства. Глава. Глава, руководитель, лидер ливийской революции. Привык жить в шатре. Он бедуин. Бедуин те люди, которые живут в шатрах. Они не могут жить... В палатках лучше. Правильно русское слово. В палатках. То есть перед... Их дом всегда находится у них с собой. Дай дом посмотреть. Да на. Тем не менее, палатка была поставлена, шатёр. Внутри Кремля, кремлёвского памятника. Вот где-то у тебя прям... А вот она. Вот. Кремль, песни и шатёр. Называется статья. 1 ноября премьер-министр Владимир Путин познакомил лидера ливийской революции Муаммара Каддафи со знаменитой французской певицей Мирей Матье. Вот это очень интересно. В Александровском зале. Ну, была поставлена палатка, разожгли костёр. Костёр. Каддафи делает шашлык. Матье поёт. На столе печенье. Все к печенью не прикасаются, потому что не понимает. Это как бы им или это корм для верблюда? Красный ламя костра. Поёт. А Владимир Путин подпевает. И кто-то очень близкий тебе сегодня скажет. И вуаля халя, вуаля халя. Вуаля халя, вуаля халя. Хабиби. Хабиби. И он, Матье, как бы, любимая. К Матье подходят к Каддафи и говорит. «Мадам, я не знаю, я старый вояк, я не знаю слов любви. Пройдёмте в палатку. Мадам!» А Матье, кстати, обрати внимание, очевидно, что ни Мирей Матье, ни Муаммар Каддафи до этой секунды не подозревали о существовании друг друга. Матье, ты, ты, есть подружка? Она говорит. Позвони, есть, тоже симпатично. Есть, кто здесь рядом живёт. Но, притом, такая... Но есть где-то рядом. Притом, такая, чтобы вот не надо было этих вот лишних разговоров. От удивительной темы перейдём к более удивительной. В Тольятти началась установка на автомобиле «Лада Приора» и «Лада Калина» автоматических коробок передач. Свершилось! Теперь правая рука может отдохнуть. Извините. Стоимость коробки на новый автомобиль составит 65 тысяч рублей, а на поддержанный 85. Это первый случай, когда коробка-автомат стоит дороже, чем сам автомобиль. Это первый раз, когда на коробку передач установили машину. А вот «Лада Приора», какое название такое, «Приора»? Там дальше же, наверное, будут новые разрабатывать модели, названия. Так, друзья, друзья, всё готово уже, всё, «Лада» смотрит в будущее. Так, на автосалоне в Париже очень важное для чтения для нас имеет автомобиль под маркой «Лада». Речь идёт о дорожной версии «Лада Революшн». Друзья, их всё больше. «Лада Революшн» спортивная идёт к нам. Слушайте дальше. Пока «Лада Революшн» представлена в качестве концепта, у машины не открывается дверь и капот. Но здесь опечатка. Слово «пока» не надо. Никогда не открывается «Лада» и капот. Друзья мои, я не понимаю, и это в Париже выставляют, в Париже, как не стыдно. А чего не стыдно? Зачем выносить ссоры из избы, я не понимаю, всё. Ну нам здесь, мы же свои беды, сами здесь справимся как-то. Ну стыдно же, друзья. Ещё установили новейшую стереосистему туда, посмотрите. Помирать так с музыкой. Это «Лада Революшн» Я уже рекламу подсказываю. Для тех, у кого есть высшее образование, исполнялась песня группы «Army of Lovers» «Sexual Revolution». Это какой-то поздний конферансье, после песни объявляют. А ведь «Лада Калина», как утверждает актёр, «Вилла Хаа» по салу. Нет, это с каких-то пор сын Кулачёва рекламирует. Ладу Калина. Такая потрясающая новость этой недели. Дело в том, что в университете в Монтане, в США, значит, этот университет обнаружил удивительные грибы, которые вырабатывают почти готовое к употреблению дизельное топливо. Автомобили будут работать на грибах. Но это за границей, а у нас на чём работать будут? Тоже на грибах? На грибах. У нас не какие-то грибов. Не, ну у нас будут бодяжить бензинчик-то грибной. Да? Синявками-то там. Прибодяжками. Как это? Привет, привет. Заправь 95-й лисичками. Так будет в России? Девушка, наверное, будет садиться в машину, и мужик будет говорить, сейчас на секунду в лес заедем, заправимся. Нет, а вы что, не поговорим, на чём ещё может ездить. На самом деле, у нас очень много... Нет, я считаю, что можно и от продуктов... На сметане, на снегу. Дальше. На снегу. На песке, на земле. А на эти, как его? А на мате может ездить? На маке? На мате. На русском мате. Я думал, на физкультурных матах, что тоже, кстати, интересно. Бензобак такой... Класс. А на перегаре? Это вечный двигатель. Там уже всё, по Менделееву, там всё, октаново число, всё в перегаре, у нас всё сходится. Надышал в бензобаке. Брэм, брэм. К дояркам. На усладу? На усладу, к дояркам. Ребята, давайте перейдём к следующей теме. 10-го числа на территории Российской Федерации объявляется День милиции. Поздравляю вас всех с праздником День милиции. Знаете... Большой праздник. А может быть, есть у кого-то из нашей истории, мне кажется... Подожди, подожди. Мне это надо просто, вы не понимаете. Это отдельная, отдельная миграционная служба. Сегодня мы могли бы, как финализируя нашу телевизионную программу... Могли спеть ко дню милиции песню про Балуева. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Никто не отменял. Но! Мистер Щёчки, я буду петь для тебя.